С 2020 года Алтай перейдет на новое начисление налога на недвижимость. Он будет зависеть от ее кадастровой стоимости. В отличие от инвентаризационной, она будет напрямую привязана к цене на рынке. На кадастровую стоимость будет влиять не только стоимость стройматериалов, возраст объекта, но и расположение. В частности, близость к красной линии, к памятникам архитектуры, истории. Эта оценка будет зависеть даже от освещенности объекта солнцем. Всего критерия в 56. В следующем году по ним оценят каждый дом, квартиру и земельный участок в крае. Займется этим специально созданное учреждение. По словам его директора, новые условия выгоднее, потому что стабильнее. Максимальная ставка будет составлять не более 0,3%. И она постоянно для любой кадастровой стоимости. То есть вот этих скачков не будет, непонятных скачков, когда один объект немного дороже по инвентаризационной стоимости другого, но налог платится там чуть ли не в 2-3 раза больше. Как поясняют специалисты, налоговую ставку в каждом муниципалитете определят местные депутаты. Именно от их решения будет зависеть, больше или меньше придется платить жителям и организациям за владение недвижимостью. Вместе с тем, добавляют эксперты, появятся и льготы. Объекты недвижимости в сельской местности, они будут исчисляться вот таким образом. Сколько бы не было квадратов, допустим, жилье, считаться налог будет за минусом 50 квадратов. В городе за минусом 20 квадратов. В Барнауле, по словам экспертов, предстоит самая трудная работа по оценке недвижимости. Здесь нужно учесть и ту самую красную линию, и набор коммунальных удобств. Этот процесс начнется уже с 9 января. У собравшихся сегодня, а в том числе и предпринимателей, и представителей власти, пока слишком много сомнений насчет объективной оценки. Участники встречи опасаются, что кадастровую стоимость могут завысить. Анастасия Дорога, Николай Шелко. Наши новости.